приветствую вас друзья на нашем новогоднем шоу у нас есть два блогера и пять гостей каждый блогер должен был подобрать подарки для гостей на общую сумму до 50 тысяч рублей каждый подарок они должны презентовать не называя сам подарок чтобы добавить веселье презентации они будут проходить в игровом формате с заданиями ну как испытание форт боярди проходить их блогеры будут как по отдельности так и совместно по завершению каждой презентации гость должен выбрать подарок какого блогера он хочет забрать тем самым отдав ему один балл чтобы проигравший блогер не расстраивался он получит утешительный приз от гостя блогер набравший наибольшее количество баллов побеждает и получает супер приз 50 тысяч рублей ну чтобы как-то отбить подарки если все понятно давайте знакомиться с нашим гостем о вы уже здесь а я не заметил я только что с улицы и даже не успел раздеться добрый вечер меня зовут роман окажин и я редактор из казани мне 27 лет и я очень люблю приколы кроме приколов я очень люблю неожиданные абсурдные остановки во время самой презентации никогда не знаешь когда они знаете мне кажется на ваше шоу я принесу порядка 7 приколов шесть у меня уже придуманы один еще нет с техникой у меня отношения очень хорошие но как правило я покупаю те вещи которыми пользуюсь но не больше одного или двух раз например мой виниловый проигрыватель то же самое было с фотоаппаратом самая любимая пластинка советские записи птиц выводы своих необдуманных покупок я так и не сделал поэтому я надеюсь получить на этот новый год что-то чем я воспользуюсь более трех тысяч раз не ожидали счастья вам здоровья спасибо роман кто посетили наше замечательное шоу привет тебе огромный расскажи как добрался привет вам тоже круто что здесь все собрались спасибо мне кажется это мечта каждого правильного россиянина да ладно и наконец-то она у меня сбылась новогодние настроение есть а новогоднего во мне дофига ну да я даже вот у меня тут есть специальная рубашка новогодняя она блестит просто на свету и создает там блики солнце счастье звезды я надеюсь наше сегодняшнее включение вместе с тобой будет таким же ярким красным итак мы приступаем к жеребец знаешь в чем суть да ну примерно там конкурсы тамада интересное веселье счастье всего этого у нас не будет а конкурсы все смеются веселье по минимуму конкурсов по максимуму это точно смотри у нас есть несколько конвертов в каждом из них задание для нас ты соответственно каким-то образом пытаешься угадать что зашифровано в нашем пояснении через задание для тебя это будет твой подарок и выбираешь собственно между нами кто будет круче или чей подарок тебе понравится больше а ты же с собой что-нибудь принесла ну скажем так кое-что 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 этого мне достаточно смотри вот маша принесла подарок да и мы теперь со всех зрителей со всех гостей хотим гости для нас это какой-то образ подарка ну на самом деле никто не гарантирует что вам понравится но смыслы вложены самое главное да 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 согласна я тяну да ты был в прошлый раз первый ты выбираешь или тянешь вот мне интересно такое ощущение как будто ты знаешь какие-то конверты довод часть 2 для данной игры блогер выписывает лучшие качества своего подарка после этого он прочитает свой рассказ наоборот справа налево а мы запишем звукозаписи этого шедевра далее мы в реверсе воспроизведем полученную запись чтобы гость мог узнать какой же замечательный подарок его ждет когда я посмотрела визитку романа я честно говоря сразу подумала что стоит ему подарить чемодан тем более что сейчас есть интересные и в какой-то степени даже технологичные решения от сяоми в том числе и носителинке такие чемоданы тоже есть но потом подумала что наверное это слишком просто слишком очевидно и может быть как знаток технологий рома больше удивиться электрогрилю поэтому я ему выбрала идеальное мне кажется сочетанием функционала и технологичности в одном это бьерк и и чарок и и на не отвлекай меня и и на полку 2000 years late не шер и он лая все это было очень сложно и не знаю как ты это будешь а почти татарским понимать да я чувствовала сейчас себя человеком ну как человек девочкой маленькой которая только пришла в детский сад и читает по слогам И вызывает дьявола. Да, и что-то странное происходит при этом. Ужас. В общем, давайте посмотрим, что из этого получилось. Ну нахер. Отец! Это что-то дьявольское. Я думаю, что моя бабушка пытается связаться со мной. Градус? Что-то про градуса было. Нет, ну интересно на самом деле. Очень интересно. Очень хорошо. Благодарю. Получилась запись хорошая, чистая. Ложиться на душу. Все хорошо. Мне даже как-то бодрее стало. А теперь главный вопрос. Да. О чем речь? О чем речь? Да. Тут два варианта. Либо использовать теорию вероятности и думать над тем, какой приз вероятнее всего там. Либо пытаться действительно идти от слова градусы. Да. Не знаю. У меня градусы слишком высоки уже сейчас напряжение в голове. На кону стоит очень многое. Мне надо отбивать билет на победу. Угу. Вот. Так что. Я недавно смотрел сериал, в котором засовывали руку в вафельницу. Зачем? Не помню. Хороший сериал. Я просто запоминаю отдельные, как будто какие-то кадры из фильмов, из сериалов. И применяю их в жизни. Да. Да. Вот. Поэтому, возможно, у вафельницы высокий градус. Может быть, речь идет про вафельницу. Итак, первый вариант вафельницы. Ладно. А, есть несколько вариантов. Да, круто. Давай несколько. Накидай просто на вентилятор. Градусы, да? Градусы, градусы, градусы. Сразу так. И у нас танцевальный номер я отвечу танцем. Не, я танцем смогу ответить только в ритм записи этой голосовой. Так что это будет что-то чересчур экспериментальное. Так, ну, я думаю, давай попробуем теперь я поучаствую в конкурсе. И у него прям сложится картинка, мне кажется. Пум-пу-рум-пум-пум. Ого. Другое дело. Коллеги, у нас есть бриф. Товарищ ведущий, пожалуйста. Что происходит? Скажи мне. Коллеги, у нас бриф. Мы заранее подготовили флипчарт и закрепили на нем несколько листов. Блогер подходит к флипчарт и начинает свою презентацию, переворачивая листы, на которых изображены популярные мемы. Задача блогера – рассказать о подарке за одну минуту, используя в своей презентации изображенные мемы. Итак, Роман у нас очень креативный человек, поэтому я считаю, что креативному человеку нужно дарить креативные подарки. Телескоп. Не, поначалу я думал батут, но батут слишком большой, поэтому ты у меня получаешь телескоп. Так, ну что ж, у меня свой подарок. И все время, когда ты будешь пользоваться этим подарком, ты будешь делать вот так. Понимаешь? Паргенератор, который плюет паром в глаза, да? Будешь делать вот так. Потому что, в принципе, это все, что он тебе предоставил. Но нельзя так просто взять и забрать его. Тебе придется поработать стеклом. Стеклом? Да, да. Возможно, ты даже сможешь защитить докторскую диссертацию. Вау. Да. Но это не точно. Может быть. Вполне возможно. Когда ты будешь предлагать своим друзьям данное времяпрепровождение, кто-то, конечно же, согласится, но будут и те, кто будет отказываться. Потому что они умные. В итоге, в итоге, все, чем ты сможешь потом довольствоваться, это пить чай в окружении мира, который вокруг тебя рассыпается. Есть какие-то идеи? Так. Возможно, это планшет, на котором можно погружаться в мир мемов и оставаться там, скрываясь от реальности. Хорошая теория. Запомни ее. Вот, я ее запомню, да. Детективные составляющие моего мозга, они сейчас в фазе сна. Почему? Ну, они просыпаются обычно после восьми. Ну, знаешь, биоритмы, вот это вот все. То есть, кто-то засыпает в восемь, а кто-то просыпается. Да, биполярочка обычно это называется. Биполярочка. Ладно, закрепи у себя варианты в моем случае, в случае моего подарка. Я не знаю, как ты будешь выкручиваться, конечно, очень. И мои чудесные презентации. И презентации от Паши, да. Кому ты все-таки склоняешься больше? Просто, может быть, тебе так облегчит жизнь. Если ты выберешь, например, Пашу, то тот подарок, который ты привез, перейдет ко мне в качестве удешительного приза. Если меня, то, соответственно, Пашу. Паша уже подарок забирал. Окей, я понял. Я понял. Может, у тебя два подарка? Нет, к сожалению, у меня не два подарка. Очень жаль. Ну, я должен быть очень. У меня подарок один. На самом деле он вам должен понравиться. И он одновременно маленький и одновременно огромный. Вот. Так что... Это твое сердце. Кажется, он подарит весь мир. Почти, почти. Так как я приехал из Казани, я решил как-то подвязаться к этому немного делу. Ну, и в целом, исторически закрепить один момент, существующий сейчас. У меня для вас фотография. Путину. Он свою фотографию привез. Нет. Сейчас просто на территории России всего два президента. Это Владимир Владимирович Путин и президент Татарстана. И он последний. И скоро его уже не останется. Поэтому, чтобы он остался на видеокадрах и у кого-то из вас в квартирах, я дарю вам эту фотографию. А правда, что он у вас просыпается в 6 часов утра и постит в Твиттере, что он там... Я на работе. Да-да-да. Представляешь, какой... Замечательный подарок. Спасибо. В принципе, можешь проигрывать. То же самое, как ты отказался. Нет, я поборюсь за фотографию с президентом. Ну, слушай, сейчас сила президента Татарстана. Так, во-первых, выпрямись. На тебя президент смотрит. Все, 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 все. Надо поправиться. Давайте. Поправишься дома потом. Ты не просто перейдешь. Уважаемый. Ваш выбор. Я очень люблю приколы. Я это уже где-то говорил. По вам не скажешь. Вот. Ну да. И на самом деле... Ты не скажешь. Хочу хоть какую-то логику, наверное, внести в свои рассуждения. Я очень люблю мемы, поэтому... И президента. Ну... Это, конечно, уже вопрос для другой передачи. Вот. Но мемы я люблю больше, наверное, поэтому мне понравилась презентация Паши. Вот. Поэтому я выбираю покемоны Паши. Я не знаю, чему я хлопаю. Президент идет тебе. А я выхожу с подарком. Тут июльно чувствуется. Ого. Но тут не по-русски. Ребята, это телескоп. Я просто поплопаю. Да, я понял, что это такое. Тут есть буквы, но я хочу открыть это. Можно сделать в прямом эфире? А, да? Все, супер. У тебя же так неожиданно появились ножницы в руке. У-у-у-у. Магия. Тут коробка в коробке. Как я люблю, блин. Оранжевая. У-у-у-у. У-у-у. Я вот, помимо того, чем я занимаюсь, я еще куратор проекта, который называется «Россия в пакете». Вот. И он посвящен феномену полиэтиленового пакета. Вот. Так что все подписывайтесь на инстаграм «Раша в пакете». Там очень интересно. Вот. Не дадим истории пакета исчезнуть. Спасибо тебе огромное. Счастья, здоровья вам всем. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если такой контент вам понравился, то напишите, пожалуйста, об этом нам в комментариях, чтобы мы понимали, что такого рода контент нужно производить больше. Ну и, конечно же, не забывайте готовиться к Новому году правильно и лучше это делать на сайте магазина «Ситилинг». И чтобы не ошибиться с подарками, переходите в раздел «Новогодние рекомендации». Там вы найдете самые лучшие подарки по выгодной цене. Пока. Пока, пока.